До выборов в органы местного самоуправления полтора месяца. Голосование в Грузии пройдет 30 мая. Уже известно, что за демократичностью предвыборного процесса будет следить рекордное число европейских наблюдателей. Своих представителей направил в Грузию как Евросоюз, так и ОБСЕ. О других подробностях подготовки к выборам материал Наны Плеевой. Эти выборы уже окрестили экзаменом на демократию. Они важны как для власти, так и оппозиции. Гражданам страны предстоит избрать 64 представительных органов власти. Историческими они обещают стать и для столицы. Ведь впервые мэр Тбилиси будет избран в результате прямого голосования. Выборы в столице всегда больше, чем просто местные выборы. Для политиков это проба сил и своеобразная праймарис перед парламентским и президентскими кампаниями. Отсюда особый накал страстей. Чтобы результат голосования не вызывал никаких сомнений, президент Грузии Михаил Саакашвили обратился в ЕС с просьбой прислать максимальное число наблюдателей. Причем они будут присматриваться не только к дню голосования, но и ко всему избирательному процессу. Официальный ответ уже получен. ЕС направит в Грузию своих представителей. Приветствуем решение Евросоюза сотрудничество с неправительственными организациями. Мы наряду с ними практически понаблюдать над всеми округами с нашей стороны, со стороны правительства. Сделаем все для того, чтобы европейские наблюдатели имели все возможности для наблюдения над процессом, для того, чтобы эти выборы действительно прошли на самом высоком европейском уровне. Задолго до дня голосования в Грузию прибудут 90 наблюдателей от ЕС. Их уже прозвали долгосрочными. Ну а непосредственно в день выборов на избирательных участках по всей стране будут присутствовать 1100 европейских наблюдателей и 15 групп юристов. После долгого перерыва в Белиси вновь появится ОБСЕ, виднее его бюро по демократическим институтам и правам человека. Делегаты уже прилетели в Белиси. Мы приехали по приглашению грузинского руководства, чтобы наблюдать за предстоящими выборами. У нас пока нет конкретного подплана действий. Мы собираемся встретиться с министром иностранных дел Грузии и членами ЦИК. Встречи евронаблюдателей с представителями оппозиции и неправительственными организациями обещают стать регулярными. Оппозиция не раз выражала недоверие как власти, так и Центризбиркому. Присутствие иностранных наблюдателей, да еще в таком количестве, важный гарант честного и открытого голосования, считают ее представители. Важно, что наблюдатели приезжают не в день выборов, а будут следить за всем избирательным процессом. Мы сталкиваемся с давлением, нецелевым расходованием бюджетных средств и тенденциозностью телеканалов. Оппозиция ждет реагирования на эти нарушения. Присутствие наблюдателей ЕС и ОБСЕ будет важным гарантом проведения демократичных выборов. Чем ближе день голосования, тем выше градус напряженности. К этому времени о своем желании возглавить столицу уже заявили семь кандидатов. Попасть в местные парламенты и вовсе норовят 26 политических партий. Так что наблюдателям, а вместе с ними грузинским избирателям, скучать не придется. Продолжение следует...